В минувшие выходные в городе над Богом состоялось открытие духовно-просветительской выставки-ярмарки «Брест православный». Доброй традиции проведения подобных форумов не так много лет. Экспозиция представлена посетителям в шестой раз, но за это время уже успела стать незаменимой для многих. В церемонии принял участие и епископ Брестский Кобринский Иоанн, по благословению которого брещане имеют такую уникальную возможность прикоснуться к далеким православным святыням и больше узнать о храмах и монастырях. Выставка помогает миссионерской работе, которая, конечно, ведется активно в епархии, но когда подключаются свежие силы, новые силы, у людей новые впечатления от посещения, очень много здесь предметов церковного употребления, радует, что очень много книг, хотя, к сожалению, сейчас меньше книги читают, но я очень надеюсь, что все-таки люди, посмотрев на красочное оформление этих книг, все-таки будут приобретать и будут читать, будут стремиться к тому, чтобы познать истину. Я верю в то, что многие люди, которые не всегда попадают в храм, им ближе вот такие вот мероприятия, когда надо посещать, вот то, что называется, где есть купи-продай, вот они все-таки обретут свою дорогу к храму и станут активными прихожанами в будущем. Каждый год форум с нетерпением ждут не только берестейцы. Часто на выставку приезжают гости как из других областей нашей страны, так и зарубежные. Такой интерес вполне логичен и закономерен. Организаторы, собирая каждую последующую ярмарку, постоянно вносят изменения, добавляя в программу новые, познавательные и полезные для духовного развития мероприятия, а также расширяют список экспонентов. Для Бреста всегда мы стараемся показать что-то новое, даже какие-то моменты, которые мы еще даже не отражали на столичных минских выставках. Ну, прежде всего, 2014 год он такой тревожный на всякие разные события. И мы вот в этом отношении сверяем часы с нашей историей. Поэтому привезли в город Брест нашего такого известного российского писателя, который очень много писал об афонских старцах, много писал о семье Романовых. Еще очень тоже для Бреста, мне кажется, яркое событие – это выставка икон, изготовленных из янтаря. Выставка собрала на одной площадке около 40 участников из России, Украины, Белоруссии и Израиля. Это православные монастыри, храмы, издательства и мастера, которые представили свою продукцию. Святыни монастырей – иконы, печатные и писанные в старинных окладах предметы церковного обихода для дома и храма, аудио- и видеопродукцию для взрослых и детей, а также большой спектр духовной литературы. Последнее, к слову, привлекает большое количество посетителей уже не первый год. Брещане признаются, что такой огромный выбор позволяет найти свою книгу практически каждому. Постоянно расширяется состав участников, я так вижу, очень много новых монастырей. Мне очень нравится, потому что, во-первых, такой позитив идет от людей, от самих организаторов. Можно найти, вот я именно из-за литературы прихожу сюда, потому что много изданий, которые можно только здесь найти. Поэтому очень довольна и думаю, что это будет постоянно вот такая традиция. Посещаю третью православную ярмарку. Очень хорошо, что в нашем городе проводится православная ярмарка. Очень много литературы, икон. Получаешь такую благодать, прямо вот заходишь и чувствуешь, вот каждый год присутствую по возможности, вот сколько мне, это такое счастье. Столько книг можно поучиться всему, пообщаться, подойти к святыням. И очень много с Украины, вот, и с России приезжают, чтобы эта ярмарка была как можно дольше, дольше, дольше продолжалась наша жизнь. В рамках работы форума, помимо самой выставки-ярмарки, запланировано немало мероприятий, среди которых демонстрации документальных и художественных фильмов, беседы со священнослужителями Брестской епархии, встречи с писателями, тематические круглые столы, а также специальные концертные программы. До 21 июня включительно каждый желающий сможет выбрать из достаточно обширного списка наиболее подходящие для себя мероприятия, а посетив их, сделать богаче свой внутренний мир и получить настоящий заряд добрых и светлых чувств и эмоций.